Как быть, если думаешь, что Бога нет? Как Его найти и что делать, если даже искать не хочется? Здравствуйте! С вами программа «Не верю». Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы сегодня с нами в студии. Начнем наш разговор. Наша программа имеет такой подзаголовок «Разговор с атеистом». Чем дольше мы записываем, работаем, общаемся с людьми, тем больше иногда прихожу к мысли, что атеизм, вообще, понятие очень широкое и разнообразное. И среди тех, кого мы называем атеистами, как мне кажется, немало тех, кого, наверное, точнее было бы назвать просто людьми индифферентными к религии, которые об этом, собственно, не задумывались и не задумываются, просто им это не нужно. Но вот мне поэтому всегда очень радостно, когда у нас в студии философ, потому что философ – человек, который, даже если он в кресле неверующего находится, все равно человек, который, как минимум, прочитав огромное число философских текстов, так или иначе для себя вопрос веры продумывал наверняка. По крайней мере, мне хочется в это верить. Вот это так, Владимир Сергеевич? Абсолютно точно. А вот тогда как вы, будучи человеком неверующим, встречая в текстах великих людей или в любых философских текстах слова религиозной веры, на нее, на эти мысли реагируете? Как вы себя с ними соотносите? Вы знаете, это довольно трудно ответить однозначно. Но дело в том, что у меня есть достаточно точно сформировавшийся ракурс. Для меня слова о Боге – это слова о миропонимании, о мирообъяснении. И я всегда, простите меня, это известная история, я всегда вспоминаю знаменитый ответ Лапласа Наполеона. Я не нуждаюсь в этой гипотезе. Отец Вячеслав, ну а вот то, что я вначале сказал про людей, которых, наверное, было бы точнее назвать не атеистами, а просто индифферентными, без всякого какого-то оценки, без какого-то не было, не знаю, там, уничижения, просто вот по факту их заинтересованности. Вот вы кивнули, вы это тоже видите? Что вы об этом думаете? Ну, конечно, это, в общем-то, таких людей, наверное, просто большинство. Большинство людей, которые, в общем-то, по большому счету, не только индифферентны к вопросам вере, но и вообще не очень о многих вещах в своей жизни задумываются. Потому что мысль вообще есть некий труд, это усилие. Вот. И это свободные усилия. То есть мы, нас никто не принуждает. Но, знаете, конечно же, когда мы начинаем только свою жизнь, вот, нас многому чему учатся, потом школа, университет, но, в конце концов, когда-нибудь все заканчивается. И есть такой вопрос, мне кажется, очень важный такой философский, я не знаю, психологический. Есть ли жизнь после ЕГЭ? Вот так, потому что до ЕГЭ, как бы, понятно, понятно цели, понятно, так сказать, в общем, что делать молодому человеку, его подталкивают из права и слева, но в какой-то момент все это заканчивается, и он остается вот один на один со своей свободой. Не факт, что такой человек будет выбирать мысль, задумываться о жизни, и о том, для чего он в этом мире, и к чему ему стремится. Слава Богу, что такие люди есть, и не только философы. Ну, вот тогда обратимся еще раз к Вашим словам, Владимир Сергеевич, очень, мне кажется, важным, но глубоким, о том, что часто религиозная вера связана с мирообъяснением. Вот как Вам кажется, человек, который объясняет мир без Бога, кому, как Лапласу, и Вам, как Вам с Лапласом, не нужна гипотеза Бога. Он объясняет мир более логично, более просто, почему одним нужна эта гипотеза, а другим не нужна. Понимаете, человека с самого начала, по всей видимости, его осмысленного существования интересовал вопрос о природе его мысли. И поскольку сначала, как известно, был всеобщий гипозаизм, всеобщая одухотворенность, но потом, когда человек начал осознавать свою выделенность и свои очень сильные отличия от этого мира, он, конечно, задумался о том, что такое мысль, как он мыслит и почему это так. И, само собой, явилось представление о некой отличной от физических материальных процессах, духовной субстанции, которая, собственно, и есть источник мысли. И долгое время это был сильнейший аргумент. То есть, вот эта гипотеза была необходима, потому что иначе было никак. А потом, по мере развития целого ряда наук, и это, в основном, уже самое позднее время, XIX век, с открытием нейрофизиологических процессов, с пониманием... Ну, это можно начать с работ Ивана Петровича Павлова, Сеченова. Собственно, ведь тогда же началась эта революция. Но стало понятно, что и здесь эта гипотеза становится избыточной. Ну, а есть известное правило великого религиозного мыслителя Окама. Не умножай сущности без необходимости. Вот и не умножаем. Дядя Вячеслав, а верующие, как вам кажется, умножают сущность без необходимости? Я на этом делаю акцент. Мы очень часто, это цитируем Укама первую часть. Не надо умножать сущности. А там сказано, без необходимости. Может быть, есть необходимость? Вы знаете, наверное, разные верующие на ваш вопрос ответили бы по-разному. Потому что, когда мы говорим вообще о человеке, и говорим о том, что для него необходимо, и то, что не необходимо, это все очень лично, очень индивидуально. Но я хотел бы здесь, в развитии этого разговора, сказать, что мне представляется, что это очень... Какое бы здесь слово, точнее, найти. Меня это очень радует, что Бог не необходим. Так. Вот, потому что... И это именно так. По крайней мере, тот Бог, в который я верую, который мне открылся в Евангелии, вот, он необходим. Не необходим. Он не навязывает сна. Вот, потому что любая необходимость, это уже некое... Это некое давление, это некий пресс, это уже ограничение моей свободы. А я убежден, что наш Бог не таков. Его природа не такова. И тайна человека очень тесно связана с тайной Бога. И в глубине этой тайны свобода. И это, в общем-то, может быть, самая большая святыня, которая есть. И в каком-то смысле образ Божий в человеке, это... Он теснейший образ связан именно с этой тайной, со свободой. И вот то, что Бог не необходим, это и позволяет, на самом деле, открываться, рождаться нашей вере. Потому что какая вера, если есть необходимость? Нашей надежде и нашей любви. То, чего и составляет суть, собственно, нашей традиции. Это программа «Не верю». Мы вернемся после небольшой паузы. Это программа «Не верю». Мы продолжаем наш разговор. Я думаю, что здесь, уж простите, своего рода профессиональный педантизм. Здесь есть некая подмена тезиса. Необходимости, о которой я говорил, это необходимость логическая или физическая. То есть я объясняю какие-то эффекты, феномены, процессы. Исходя из их собственной внутренней сущности, я не должен к ним примысливать некое движущее начало, некую силу, которая направляет, так сказать, ход событий и определяет их исход. А именно так долгое время и думали о Боге. Как о Творце, как о Вседержителе. Без воли Божией не упадет волос с головы человека. Тут довольно трудно говорить о свободе, отец. Это не просто трудно, а это вообще совершенно немыслимый разговор. Он немысливый в категории рациональности. Как соединить Божий промысел и человеческую свободу. А очевидно совершенно, что и то, и другое, как в жизни человека, как и в христианской вере, он присутствует. Вот эти два тезис, которых соединить нельзя. Потому что один противоречит другому. Это парадокс. Но вообще христианская вера, она вся живет этим парадоксом. И сам Бог есть парадокс. Потому что, в общем, в этом мире мы его не найдем. Меня очень сильно впечатляет, что такого рода разговоры почти всегда возвращаются к этому знаменитому утверждению Тартулиана. Только... Верно либо абсурдно. Вы знаете, это неточный перевод. И искажающий смысл великой мысли Тартулиана. Давайте разберемся в вычленном смысле. Он отвечал своим античным критикам, которые как раз упрекали евангельское учение за иррациональность, за абсурдность, за собрание нелепостей. И ответ его был совершенно блистательный. Он вообще был великий ум. Он сказал, да... Ну, я не буду пересказывать евангельское предание. Он сказал, да, это абсурдно, но это достойно веры. И это великий ответ по-своему. Но вместе с тем он положил начало очень страшной традиции. Потому что вытекало отсюда, может быть, даже и помимо намерений Тартулиана, утверждение, что вера превыше разума. А мне страшно не нравится, когда разум принижает его возможности. Вера не превыше разума. У веры и у разума разные задачи. Вот и все. Вера связана с нашим личностным выбором. Это то, что мы выбираем. И вера – это всегда не просто некое знание о чем-то или о ком-то. Хотя в глубине веры, конечно же, лежит какой-то опыт именно узнавания, встречи. Но вера не заканчивается на этом. Она только здесь начинается. Потому что вера – это не знание о ком-то, а отношение с кем-то. Отношение. И суть веры именно в этих отношениях. По крайней мере, то, как о вере говорит Священное Писание, Библия. И где мы встречаем пример веры – это праотец Авраам. И Господь его называет отцом всех верующих. Уже в Евангелии мы находим эти слова. «И поверил Авраам Богу». И не случайно повторяется не раз, опять-таки, это такая сквозная тема всего Писания, что мы верим Бога Авраама, Исаака и Якова. Почему это? Что это? Опять-таки, это про какую-то сумму знаний? Нет, потому что у них были эти отношения. Отношения доверия и верности. Вот вера – это про это. А знание, так сказать, и мысль совершенно занимает свое место. И я не думаю, что как раз в христианской традиции может быть, ртулян как раз и, да, так сказать, в силу каких-то своих, и своего темперамента там во многом он был таким человеком очень горячим, он говорил вот так ярко, да, и я вполне понимаю, что у него могли быть и были последователи, которые, вот, так сказать, ну, иррационалисты, да, где, как бы, вот мысль и задвигалась, и задвигалась, вот, куда-то, так сказать, на задний план. Но мы знаем много и другого, и там, начиная с средневековой схоластики, а мы их уже сегодня вспоминали, этих мыслителей, вот, и кончая, так сказать, философами, там, уже нового времени и так далее, которые были вполне христианами и вполне не просто уважительно, а для них знание, мысль было фундаментом, собственно, и их веры. Ну, вот тут, конечно, гигантская тема философская, с другой стороны, наверное, это логично, если в студии у нас философ, но все-таки не могу тогда не спросить, но для вас вера и знание, или вера и разум, это антагонисты, они обязательно друг друга должны взаимоисключить, или они могут сосуществовать в человеке? Ну, то, что они могут сосуществовать и в человеке, и в обществе, и в культуре, это просто исторический факт. Это да, я имею в виду, что это скорее норма. Вот это сосуществование контрадикторное, конечно, конечно, потому что речь идет о самой сложной и тонкой материи, речь идет о предельных исходных основаниях, а вот здесь или-или. Или все-таки есть Бог, Творец и Вседержитель, или мир существует так, как об этом говорил Гераклит, его не создал, он не сотворил никто из богов или людей. Если уж даже Гераклит в те времена мог это помыслить, то, в общем, эта традиция сохранялась. Но я бы вот что хотел сказать. Тут ведь дело не только в темпераменте Тортулиана, а здесь, конечно, речь идет о другом. Понимаете, это поворот темы. Речь идет о власти духовной. Вот когда говорят «вера превыше разума», то чаще всего этот тезис отстаивает церковь, которая настаивает на то, что она вне критики разума. Ее предписания, ну, я думаю, вы не будете оспаривать такого рода факты, их много, да? Церковь хочет быть последним судьей, последней инстанцией. И одно из самых, на мой взгляд, сильных подтверждений такой позиции, это знаменитое утверждение о том, что вне церкви нет спасения. А это уже совсем другой поворот. Это поворот уже социальный, если хотите, политический. А не столько и не только духовный. Что вы об этом думаете? Это огромная и очень серьезная тема, да? Потому что, говоря, например, в том, это тезис «не церкви, нет спасения», то мы должны вообще очень серьезно разобраться, что такое церковь. Это целая наука существует, экридиология. И надо сказать, что как раз в исторической церкви нету догматов, которые касаются церкви. Есть догматы о Боге, христологические догматы, а вот экридиологических догматов нет. То есть, на самом деле, это означает, что сброс мнений и широта взглядов у людей верующих в данном случае по этому вопросу может быть очень-очень большая. Тут у нас нет этих, что такое догматы, по-гречески «орос», да? То есть, некое ограждение, так сказать. Вот, этих границ нет. И я просто вспоминаю, вот, ну, прям сразу, что приходит в голову, например, из послания к римлянам апостола Павла, где он говорит о том, что те, кто не имеют закона, будут судиться по закону своей совести. Вот эти, которые по закону своей совести, они могут быть спасены, у них есть надежда на спасение. По апостолу Павлу, а значит, по учению церкви, несомненно, несомненно, есть. Вот, поэтому каких-то жестких, вот здесь таких, особенно здесь легко в этом увидеть, какие-то формальные признаки, да? Вне церкви нет спасения, а что значит быть в церкви? Здесь нету, как бы нам не хотелось, я имею в виду, может быть, верующим людям, чтобы здесь было все так жестко и понятно, да? Если ты прошел определенную процедуру, ну, например, принял крещение, так сказать, и как-то вошел в религиозную традицию, что ты уже, вот, так сказать, спасен там, или как-то еще. Нет. Вот. Мы не знаем. Ну, это условия сына и кванон, все-таки, с точки зрения определенного понимания. Нет. А почему же тогда Лютер так настойчиво протестовал против этого принципа? Почему он говорил, что спасение дается только верой? Спасение дается только верой. Для него это было именно некое противопоставление вот этим внешним и формальным скидским вещам, да? Ну, начнем с того, что Христос противостоял внешним и формальным вещам. Конечно, потому что это не, как бы, соло-фиды, это не, так сказать, не только, как бы, принцип Лютера. Это евангельский принцип, да? И тот же апостол Павел про это говорит. Вот. Не закон даже нас спасает. Не то, что какие-то, так сказать, не знаю, обычаи, ритуалы, там даже он говорил. Даже не закон, закон не спасает, а спасает вера, действующая любовью. И Лютер здесь в этом смысле просто был хорошим учеником. Речь идет вот о чем. Ведь разум человеческий все-таки в этом контексте рассматривался как нечто слабое и несовершенное. Но, тем не менее, нужно упование, нужна уверенность. Вера и уверенность слова не случайно одного корна. И поэтому вера дает то, чего разум дать не может. Потому что разум колеблется, разум сомневается. У разума нет прочной опоры. Но я бы хотел вернуться к одному тезису от священного слова, если позволите. Вот эти слова апостола Павла, не знающие законы, живут по закону. И вы говорите, это закон своей совести. Павел говорит апостол. Ну, да. Но ведь дело в том, что это тоже очень неоднозначное утверждение. Конечно. И вот смотрите, как сказано апостолу Павлу. Он же не говорит, что совесть спасает. Он говорит, что будет суд по совести. Да? Суд. Человек. Именно потому, что он человек, и в этом его уникальность, да? Свободная личность. Он вменяем, он ответственен, да? Ответственность – это некое авторство своей жизни, да? В нашей жизни есть автор. Это, собственно, мы сами авторы своей жизни. Именно поэтому мы можем нести, мы нравственно вменяем. Только именно потому, что мы свободны и, значит, ответственны. Вот. И апостол Павел говорит, что если человек принял закон, то закон – это есть то, что помогает ему жить правильно, да? И он отвечает, насколько его жизнь соответствовала этому закону. Но если он закона не знает, то не значит, что его нельзя судить человека, потому что у него тогда есть совесть, и он будет судиться в соответствии с этой своей совестью. Это программа «Не верю». Мы вернемся после небольшой паузы. Это программа «Не верю». Мы продолжаем наш разговор. Есть ли в том мире, в котором я живу, нечто, с чем я могу свою совесть отнести? Да, вообще, совесть – слово, что такое, да? Это некое отношение с какой-то вестью. Вот с какой, да? Сказать, в том, чему мне говорили родители, или мне говорят в школе, или во дворе, там, или еще чего-то, да? И для меня, вот когда я, а я, там, половину своей жизни вполне был, так сказать, на вашем месте, то есть я был атеистом, я не родился, так сказать, с верой. Ну вот, я к ней пришел, и этот путь был такой, в общем-то, небыстрый и непростой. Но очень важным моментом было именно то, что когда я услышал нечто, с чем я могу соотносить эту свою совесть, да? То, собственно, Евангелие для меня и есть. Вот это слово Божие, которое является неким критерием проверки, так сказать, того, даже своей совести, не просто своих поступков, своей жизни, а и неких внутренних убеждений. Ну вот это очень важный тезис. С этим я, конечно, соглашусь. Я вам могу сказать, простите, может быть, это прозвучит нескромно, но для меня тоже есть такая система отсчетов. Это знаменитая Максима Канта. Никогда не считай человека средством, но всегда только целью. Вот это для меня предел. Евангельский совершенно приз. Как вам сказать? Я думаю, что, простите меня, я не хочу задеть ваши чувства, но в данном случае это шире Евангелия. Смотрите, в Евангелии есть слова Спасителя на горной проповеди, которые, естественно, и Канту были прекрасно знакомы. Я думаю, что он все-таки был человеком, который во многом и свою жизнь, свою мысль связывал с христианской традицией. Да нет, он был глубочайший верующий человек. Да. И когда Господь говорит своим ученикам, значит, делайте другим то, что вы хотели, чтобы делали вам, это и есть, собственно, принцип категорического императива в Расен-Канте. Вот человек, как только цель, это же величайший идеал. А трагедия в том, что история человечества этого идеала никогда не знала. Потому что даже те, кто считался праведниками или верными слугами общества, людей, они людьми распоряжались именно как средствами. Ну, возьмите во внимание любого полководца. Полководца сколько угодно. Но я знаю одного такого человека, для которого любой другой человек был именно цель. И никем он не распоряжался. Это Иисус Христос. Ну, да. И для меня вообще, собственно, по большому счёту, когда мы говорим о человеке, понимаете, для меня здесь, ну, я думаю, как и для вас, как и для философов, а, может быть, и не только в этом, так сказать, смысле, это не нечто, как бы уже, ну, завершённое, да? Вот. Человек, скорее, по природе своей, он, так сказать, динамичный, развивающийся существом. Мы рождаемся, мы ещё не люди. Мы, собственно, нам жизнь дана для того, чтобы стать человеком, да? У Мамурдашвили замечательная эта мысль, он постоянно её повторяет, вот, о том, что, собственно, человеческое нас и состоит в том, что мы прикладываем некое усилие, чтобы человеком стать. Человек есть усилие быть человеком. Да, человек есть усилие быть человеком. И в этом смысле только один, опять, с моей точки зрения, я здесь, так сказать, в данном случае могу говорить, естественно, только от себя, который на протяжении всей истории человечества был человеком, состоялся как человек. И не случайно даже в Евангелии есть такое, может быть, косвенное, но некое указание на это, когда, помните, Пилат выводит Христа, уже избитого Израина, на помост Лифостротона, вот, в Терновом Венце, этой толпе безумной, он говорит, эссе хомо, все человек. Это человек. Вот смотрите, одна тема, которая мне очень интересно показалась в нашей беседе, в том, что мы сейчас обсуждаем, если вернуться к этому тезису «Вне церкви нет спасения» и посмотреть на него все-таки именно в некой такой духовной или религиозно-философской плоскости. И что здесь интересно? Вот у Льва Красавина есть такая мысль, что религиозная терпимость на уровне учения, на уровне убеждений, это религиозное равнодушие. То есть если человеку все равно, где истина, там или там, там, то он просто нигде, он равнодушен религиозно. То есть религиозная вера подразумевает, это, видимо, вера в то, что именно в церкви есть спасение, иначе мы бы из этой церкви вышли. Вот я бы хотел, чтобы мы это обсудили. Что вы об этом думаете? Вообще вот у вас прозвучал сейчас в последних словах очень важный вопрос, который, мне кажется, нам, христианам, нужно задавать просто как можно чаще самим себе. А зачем вы в церкви? Я убежден, что большинство, подавляющее большинство людей церковных, они не очень могут внятно ответить на этот вопрос. А он самый главный вопрос. Вот, я думаю, что этот вопрос, а почему, в общем-то, человек в церкви? Очень часто люди отвечают на него вполне утилитарно. Они ищут какую-то пользу от этого. Это плохо? Если это душевная польза, успокоение, утешение? Ну, прекрасно. Вот смотрите, здесь же очень можно простую аналогию представить. Если вам скажут, а почему вы в семье, почему вы сохраняете свои семейные супружеские отношения. И можно тоже набрать кучу очень вполне, наверное, весомых аргументов. Удобно, уютно, вместе весело шагать, вести домашних. Ну, много чего найти. Но если кроме этого нет самого главного, ну как, плохо, это неплохо, это вообще ужасно, это страшно. Это страшно, потому что если это основано не на любви, то это, по большому счету, подмена. То же самое в церкви. Если вы в церкви не по любви, а почему угодно, по традиции, потому что вы родились там, где родились, потому что, не знаю, бабушка вам сказала, если не будешь в церкви, то будет там, так сказать, или еще почему-то. Все это печально и грустно. Мы можем быть там только по одному случаю, потому что мы там не можем не быть. Потому что если ты любишь, ты не можешь не искать того, чтобы быть рядом с тем, кого ты любишь. Денис Сергеевич, теперь я к вам хочу обратиться. Вот, может быть, вы можете отреагировать на многое из услышанного, но все-таки я бы хотел, чтобы мы услышали ваше, вот какое-то ваше размышление о том, о тех словах Карсавина, которые я привел, о том, что на уровне учения, религиозная терпимость – это равнодушие. Я это понимаю так, что если человек христианин, то не следует драться из-за веры и агрессивности обвести по отношению к человеку другой верой или неверующему. Но на уровне разговора, спора, убеждений мы не можем допустить вот такой индифферентности. Конечно, в этом толковании, в этой интерпретации вы совершенно правы. Речь идет о том, что Карсавин, как верующий человек и правоохвалный человек, просто разделял убеждения в истинности вероучения. И понятно, он считал необходимым эту истину отстаивать. То есть индифферентность в данном случае для него, в его понимании, была греховной, это можно понять. Но я хочу развернуть немножко разговор в другую сторону. Понимаете, ведь если мы говорим о том, что церковь дает спасение, то спасение как раз и является той целью, тем последним желанием, тем последним стремлением, ради которого человек предпринимает все усилия. А это связано, конечно, и со страхом смерти, это связано с боязнью той страны, откуда ни один не возвращался, и прочее, и прочее, и прочее. То, о чем сейчас Владимир Сергеевич сказал, это, несомненно, это некая реальность, так сказать, такого религиозного мировоззрения. Но, по большому счету, для меня Евангелие, оно немножко про другое. Вот. Христос не говорит, так сказать, не приходит и не говорит своему ученикам, да, поступайте, идите за мной, и тогда будете спасены. То есть это так можно прочитать. Именно так и говорит. Да. Нет, он так и говорит. Вот. По большому счету, все, что он говорит, вся его речь, это связано с тем, что он им раскрывает себя, да. Все Евангелие, ну, как бы в центре, да, в фокусе Евангелия, на самом деле, только одно – это его личность. Вот. За кого вы меня почитаете? Кто я? Все, что он делает и все, что он говорит, так или иначе, раскрывает вот это. Почему? И в чем, как бы, есть смысл? Потому что смысл только в том, что мы должны увидеть его. Мы, те, кто за ним пойдем, а за ним можно пойти, еще раз повторяю, в руководство с тысячами других мотивов. Но он хочет, чтобы мы за ним шли только по одной причине, потому что мы увидели, так сказать, его, да, и в нас родилась эта любовь. Все остальное будет, так или иначе, не просто каким-то таким неправильным христианством, а я бы даже скажу очень резким – антихристианством. Об этом гениальная легенда Великого Инквизитора, да, она именно про это, да, она именно про то, собственно, сказать, как бы, что нас подвигает, да, за ним идти. Те искушения дьявольские, которые Господь преодолел в Иудейской пустыне, прежде чем выйти на свою проповедь, они были, опять-таки, именно про это, да. «Камни в хлеба, бросьте с крыльца храма, поклонись мне». То есть вот то, зачем так легко можно людей было увлечь, чтобы они за ним пошли. Но Господь это отвергает. И, собственно, вся история церкви – это во многом как бы две истории. Это истории тех, кто идет за Христом, и тех, кто идет за его антиподом. Хотя думает, что идет за Христом. За его антиподом в его облике. Да, конечно. Понимаете, ну, тут я уже встаю на, так сказать, почву истории, социологии, потому что я по преимуществу этим занимаюсь. И тогда объясните мне, пожалуйста, почему же все-таки в истории церкви превалирует как раз не вот это христианское, а вот то самое, ну, приходится называть вот так, сатанинское начало. Конечно, антихристианство, да. Сатанинское. И это тоже понятно, потому что, да, увы, человек немощен, слаб. И это та же самая, ведь Господь предупреждал, да, сказать, что идти за ним – это отвергаться себя и нести свой крест. Всякий, кто хочет идти за мной, да, отвергаться себя, возьмет свой крест и последует за мной. Это мало кто хочет. Мало кто даже понимает, что такое отвержение себя и несение креста. Вот. А мы хотим, мы хотим получать. Вот. По большому счету, Христос нам предлагает совершенно другой способ жизни, который нам не привычен. Потому что то, к чему мы привыкли, это этим миром и все, что в этом мире есть, пользоваться, да, достигать пользу для себя. Вот. Начиная от куска хлеба и заканчивая Богом. На самом деле принцип одинаковый, ничего тут не меняется. А Господь говорит совершенно другого. Он хочет, и за ним можно идти, будучи по-настоящему учеником, только отвергнув этот принцип. Не блажение давать, нежели принимать. Эти слова Христа в книге Деяний говорит апостол Павел. Только отдавая, на самом деле, мы можем за ним идти. Вот. И только так выстроив свою жизнь, свои отношения и с Богом, и с людьми, а здесь тоже очень удивительно, о чем говорит Евангелие, потому что идти к Богу, идти ко Христу и идти к людям – это не разные пути. С точки зрения, так сказать, Евангелия, когда ты делаешь шаг по направлению к Богу, ты тут же, это не второй шаг, а это один и тот же шаг, делаешь шаг по направлению к человеку, да? И если ты хочешь что-то сделать для Бога, ты сделать это можешь, только сделав что-то для человека в этом Евангелии. И это трудно. А мы хотим, конечно, мы хотим… Собственно, в этом и есть грех. Смотрите, слово «грех», оно тоже такое очень интересно, да? Ведь я не буду вдаваться сейчас в этимологию, ну, наверное, вы знаете. Вот ее… Вот. Это ошибка, это промах. Это ошибка. Вот. И в каком-то смысле, ну, что ли, главная ошибка человечества, когда-то была сформулирована тем же Блаженным Августином. Он говорил, мы стремимся к тому, чем мы должны пользоваться, и пользуемся тем, к чему должны стремиться. Этот мир нам дан как некое средство, чем мы должны пользоваться для того, чтобы обрести вечность, обрести намного большее. А мы Бога используем для того, чтобы поуютнее устроиться в этом мире. Мы, я имею в виду верующих людей, христиан. Но я бы немножко повернул разговор. Понимаете, что меня не устраивает в этом совершенно замечательном рассуждении моего оппонента? Я предпочитаю слово «собеседника». Собеседника. Прекрасно. Согласен. Я не говорю о том, что люди стремятся получать. Я говорю о том, что люди стремятся жить. И речь идет об условиях выживания. Вот эта фраза библейская «в поте лица своего будешь добывать хлеб свой», она потом нашла очень любопытное продолжение у Маркса, который сказал, что человек – это, прежде всего, существо, которое производит средства жизнеобеспечения. А вот эта его деятельность, этот способ его существования ставит его в определенные условия, в том числе и в определенные отношения к другим людям. И самая главная мысль здесь та, что эти отношения не зависят от человеческого произвола. Они имеют необходимый характер. Та самая необходимость, которая вас так не устраивает, но она есть. А с необходимостью человек ничего сделать не может. Может. Вот смотрите, это очень важно. Именно то, что человек делает с необходимостью и делает человека человеком. Я поясню, что я хотел сказать. Ну, не подлежит никакому, так сказать, то, что называется, сомнению, то, что мы живем в мире необходимостей. И этот мир так устроен, и что, да, все детерминирует. Но в каком смысле, опять же, уже упомянут нами Эммануэл Кант, если вы помните, когда он разбил все пять доказательств бытия Божьих, вот, блестяще это сделав, вот, он же потом, так сказать, написал свое, шестое. Сомнение шестое доказательства, как потом откомментировал Михаил Фанач. Да, и оно, как раз, было связано с этим, с тем, что внутри необходимости находится, да. Бог есть потому, что человек нравственно вменяем. А нравственно вменяем он именно потому, что он свободен. А свободу мы не находим в мире, в котором человек живет, значит, она дана человеку откуда-то из другого мира, да. Да, бесспорно, что человек определяем, да, сказать, очень многими вещами. Начинает рождение, так сказать, мы зависим от, не знаю, от наследственности, от какой-то генной истории своей. Мы зависим от того, в какой среде мы родились, в социальной, культурной, как нас там воспитывали или не воспитывали. Есть удивительный пример, мне он очень нравится. Он говорит о том, что, это Франкл говорит, что человек, конечно же, свободен, несмотря на необходимость, да. То есть есть опять вот этот парадокс, есть и то, и другое. И это похоже на то, как, например, человеку в лодке нужно переправиться, ну, достичь какой-то цели, там, допустим, на другой берег, там, или как-то, так сказать. Если он просто сядет вот эту лодку, которую спустят на воду, то он никуда, так сказать, он будет подвержен только тем необходимостям, да, которые, так сказать, его окружают, куда ветер дует, куда течет течение, там, так сказать, ну, в общем, да. Но в том-то и дело, что у этой лодки, говорится в этой метафоре, есть парус. Просто им надо научиться пользоваться. Вот, и не все это умеют. А если ты научился пользоваться парусом, да, то, несмотря на то, что ветер может дуть тебе в лицо, ты можешь идти даже против ветра. И если ты знаешь, куда ты хочешь доплыть, это тоже совершенно не факт, что всякий, кто сел в эту лодку, у него есть понимание, куда ему нужно плыть. Но если у тебя есть эта цель, и есть этот парус, и ты им овладел, то ты можешь, несмотря на все вот эти необходимости, достичь подставленной цели. Мне это близкая очень мысль, что если мы не умеем пользоваться парусом, то мы еще не совсем люди, а, может быть, вообще не люди. Мы людьми становимся именно тогда, когда у нас появляется понимание туда, зачем мы живем, да, и умение прикладывать навык и усилие, это мы всю жизнь должны учиться для того, чтобы к этой цели, этой цели достичь, вот это владение этим парусом. То есть реализация своей, собственно, свободы. Вот. А если, так сказать, да, к жизни отнестись так, что, в общем-то, от нас ничего не зависит, то мы где-нибудь окажемся и наверняка не в самом лучшем месте. Это программа «Не верю». Мы вернемся после небольшой паузы. Это программа «Не верю». Мы продолжаем наш разговор. В нашем понимании человека делает свободным знание. И если принять вашу метафору, то вот этот самый парус для меня – это знание. Но это знание мира в его имманентной обусловленности, в его внутренних силах, в его внутренних взаимодействиях. И это касается мира человеческого тоже, потому что освободить человека – это благая цель. Но хуже нет ничего попыток браться за это дело, не зная, куда вы плывете и как туда добраться. Потому что эти попытки нам очень, людям, человечеству очень дорого обошлись. Их было уже ни одна, ни одна, ни две. Самое трагическое, наверное, это вот история 20 века, это история попытки освобождения, которая была в нашем Отечестве несчастным. И это кончилось огромной кровью, потому что люди не знали необходимости. Они, точнее, думали, что они знают. Думали, да. Ну, так они точно так же могут думать, что они и Бога знают. То есть они жили в грехе. Ошибки. А вот это важный тезис, что кто-то думает, что он Бога знает. Давайте даже, может быть, сейчас не столько про то, что ввиду этого были, не знаю, периоды в истории, когда церковь брала на себя функции управления народами. Она всегда брала церковь, это институт власти. Но, а вот даже человек в рамках своей жизни или в рамках жизни своей семьи, например, куда-то ведет своих детей и свою семью, предполагая, что если он верующий, что он знает Бога и знает куда. А вот откуда человек может знать на самом деле, быть уверен, знает ли он Бога на самом деле. Я сейчас просто немножко хочу откликнуться на другое. Церковь – инструмент власти, вы сказали. Но опять же здесь очень важно понимать само это слово «власть». И в Евангелии оно, власть понимается не просто иначе, а совершенно, так сказать, предположенным способом, чем как бы распространенное понимание. Господь говорит, что это среди людей князья господствуют, и власть – это подчинение, это управление. А у вас да будет не так. И всякий, кто из вас хочет быть старшим, думает, младшим, потом он умыл ноги ученикам и так далее. Он говорит совершенно о другой власти. Да, в истории церкви такой власти почти никогда не было, за исключением отдельных каких-то, может быть, фрагментов. Но это не значит, что, собственно, этому учил Христос. И там апостольская церковь, насколько я понимаю, она была именно такой. Но очень быстро, так сказать, ну, как бы эти ориентиры, так сказать, были утрачены. Вот. И это трагедия церкви. Просто для меня есть надежда, что мы только в начале. Я думаю, что, я очень, правда, надеюсь, что, возможно, именно исторически другое христианство, где не будет вот этого, так сказать, языческого, то есть мирского понимания власти, понимания отношений, а оно будет, собственно, христианское. А христианское – это служение. Это там, где я себя отдаю. Если у меня есть власть, она мне дана только для одного – чтобы послужить тому, с кем я этой властью связан. Послужить, отдать себя. Я вынужден оставаться на почве фактов. Церковь всё-таки властвовала именно как социальный институт. В точном соответствии с классическим определением власти есть присвоение чужой воли. Церковь приказывала, церковь наказывала. И случайно, в конце концов, апостол падал с мечом, изображается. Это же тоже, наверное, иконография. Для меня это грех церкви, да? Это наша историческая вина. Получается парадокс, что именем учителя и его учением оправдываются дела прямо противоположные. Конечно. С ним связываются. Это не парадокс, а это как раз явление очень в истории человеческой культуры распространённое. Верно, но тогда вот эта ваша столь чаемая вами церковь, она тогда возможна только при определённых социальных условиях. И я назову самое важное из них. Это то самое условие, к которому, в принципе, стремились коммунисты. Это равенство. Это уничтожение неравенства людей. Но дело в том, что уничтожить его насилием, уничтожить его насильственным перераспределением, в том числе перераспределением богатства, нельзя. Люди должны быть равны, прежде всего, в своём человеческом достоинстве. Перед кем они должны быть равны? Перед собой. Им не нужен внешний авторитет. Ну вот смотрите. Для меня человек – существо самодостаточное. Собственно, отсюда мой атеизм. Он, да, он не очень хорошо выглядит в своей собственной истории. Но у него есть надежда. И тут, по-моему, мы с вами сходимся. Только он предмет этой надежды разный. Когда я спросил вас, перед чем должно быть это равенство, для меня это очень важно и принципиально. Когда Достоевский в своё время говорил, что если мы хотим построить братство, мы прежде должны стать братьями. И для него было очевидно, что братьями мы можем быть только в одном случае, если у нас у всех один отец. Потому что нельзя стать братьями иначе. Братья – это те, у кого один отец. И вот перед лицом этого одного отца мы все братья, мы все равны. Потому что у нас есть вот тот, перед кем мы равны, и который сам нам брат. Потому что Христос так и говорит. Вы не рабы мне, вы братья мне. Это его слова. Опять же, в историческом христианстве они редко вспоминаются, но они никуда не делись. И Евангелие именно про это. Про то, что Бог становится одним из нас. И именно поэтому мы можем быть равными. И никаких других путей к этому равенству, опять-таки, как нам история, к сожалению, очень тяжёлыми уроками это показывать, нет. А то, что и здесь мы видим, в общем-то, неудачу в каком-то смысле. Христианство, да? Потому что мы не видим, что... Ну, пока мы не видим удачи. Да. Я бы сказал, что мы видим неудачу. Да. Это здесь очень... Для меня это большая тема для такого, ну, как бы, для размышления, да. Для... Большой вопрос. С одной стороны, Евангелие, и в Евангелиях Господь говорит, что вы малый стадо. Но в этом малом стаде уже здесь и теперь. То есть вот это спасение, это же тоже, о чём мы говорили, это некая инстанция, которая, ну, будет где-то там. Вот сейчас мы, как бы, этого не имеем, а после смерти, там, да, мы можем это обрести. Нет, Господь говорит совершенно по-другому. Спасение, это означает, когда с нами Бог, когда мы близки к Богу, когда мы, будучи тварными, имеем, так сказать, связь с нетварным, с вечным. Будучи временными, имеем связь с вечным. И это наступает здесь, при жизни. Более того, так сказать, по-другому это как бы не может. И, собственно, в этом-то и Евангелие радостная вещь, что вот эту возможность, да, он приносит нам в жизнь сегодня, здесь и теперь. Вот. И он говорит, что там, где двое или трое собраны военно, там я среди вас. Вот. Вот это спасение уже наступает. И это уже, и это есть, на самом деле, эта церковь. Спасибо огромное за этот разговор. И отдельно за его выдержанность, уважительность, такты, глубину. Это была программа «Не верю». Продолжение следует...